Добрый день дорогие телезрители в эфире передача Куншуах и с вами я и ее ведущая Лаура Бекпулатова на календаре 20 января пятница. Всем хотим пожелать легкого дня, добра, удачи, везения, замечательных событий и хороших вестей. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Спасибо! Ирина! Ирина! Добрый день! 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 Я, например, могу заниматься, у меня соседей нет, слава богу, которые все разъехают. Потому что благо, что она живет в своем доме, это, конечно, классно. Многие завидуют, что я могу заниматься допоздна, у меня фортепьяно, допустим, есть электронное, есть механическое, два. Я ставлю наушники, и я могу заниматься беззвучно практически. У меня дочка может лежать спать рядом, я занимаюсь. Ну, то есть для меня, например, отдых от музыки, ну, такого нет понятия. Чем про наш инструмент не скажешь, например, виолончель-скрипка, там беззвучно не поиграешь. Чем хорошо ей, да, беззвучно, включила наушники, надела наушники, а у нас только есть, может помочь, сурдина. Есть такая сурдина, но она на чуть-чуть просто звук убирает, и все. Конечно, я, например, живу в благоустроенном доме, где, ну, так сильно не поиграешь. Хотя во время пандемии, когда мы делали записи, видео, наоборот, они мне говорили, так красиво, говорит, звучите. Я говорю, хорошо, я буду играть. Но благо я еще и как это профессиональный музыкант, я там, это обычно же начальные же классы, только когда там ведут упражнения, тогда это одно монотонность. Это испытание, да, для соседей. А тут, когда ты начинаешь играть мелодию, и эта мелодия тебе вот знакома всем на слух, тогда им это радует, им наоборот нравилось. Играйте, играйте. Ну, самый беззвучный инструмент у меня, это когда дома занимаешься вообще. А, да, да, да. Никому не мешать вообще, да. Просто потоки воздуха гоняешь. Будете идти на улицу, если вы так будете что-то делать, скажут, ну. Ну, вот вы все работаете в разных коллективах, но, тем не менее, вас связывает всех любовь к музыке. А есть ли у вас еще какие-то вот совместные проекты? Как так получилось, что вы вот вместе сотрудничаете? Расскажите, нам очень интересно знать. Ну, в принципе, город не очень большой, и музыкантов не очень много, поэтому мы, в принципе, все где-то пересекаемся в каких-то коллективах, да, и, наверное, каждый в городе музыкант с кем-то из других музыкантов хотя бы раз где-то поработал. Пересекался. Где-то, да, какие-то были контакты, кто-то постоянно работает в каких-то госучреждениях, кто-то иногда на каких-то, ну, таких неформальных мероприятиях участвует, скажем так, да. Поэтому мы всегда в контактах, скажем так. Маэстро самое главное, когда еще и по духу, да? Ну, да, это очень важно. Когда уже по духу и есть вот единый, общий, да. По направлению взгляда, скажем так, творческого, да. Это вот у нас есть такое, да, у нас такое присутствует, да. Это очень немаловажно, потому что когда-то дирижер очень известный, есть такой, что Скуратов Рашид Иванович, он когда-то нам говорил на репетициях, вы играете на деревянных инструментах, то есть у нас же... Деревянные духовые, это флейты, габои, кварнеты. Вот, а у нас, вот я имею в виду сейчас струнные инструменты, это же дерево, это скрипка, виолончель, контрабас, и он говорит, вы понимаете, что, говорит, инструменты, ваше сейчас настроение переносится. Вибрацию, да, они вибрацию чувствуют, если у музыканта плохое настроение, от этого и игра такая выходит, да, из этого инструмента, да. Вот действительно, он, вот я так это запомнила, это все, говорю, что все-таки, когда сплоченность по духу музыкантов, и когда у них у каждого к друг другу хорошие, теплые отношения, тогда и получается вот эта игра, она действительно получается такая красивая, качественная музыка, согласна? Более, более, ну, как бы она и технически более качественной становится, и с точки зрения музыки она более такая вот духотворенная. Но когда два человека общаются, и интересно друг другу, естественно, разговор более живой, более естественный, да, и когда два человека, ну, так, не очень любят друг друга, все равно же это вот напряжение негативное чувствуется. Также и в процессе коллективного музицирования, когда коллектив сплочен, да, когда в одну сторону смотрит основная масса людей, тогда это сразу чувствуют зрители, он больше получает удовольствие от этой игры. А многие же, как бы, зрители, приходя в зал, они не совсем понимают какие-то тонкости исполнительские, да, они общую атмосферу воспринимают. И на уровне подсознания это ощущают, когда в оркестре люди ненавидят друг друга, вынуждены, да, так, что-то как-то так вот, не очень концерт, вроде что-то ничто. А когда музыканты кайфуют, получают удовольствие от исполнения, когда им нравится вот вместе это делать, человек сразу это чувствует, и ему значительно приятнее это ощущать. При этом он даже не может понимать, почему ему так приятно это слушать. Думаю, в большинстве вот так согласятся все, это не обязательно быть музыкантом, да, и в любой другом сфере коллектива, там, будь отдел, маркетинга, еще что-то, и когда это все сплоченно, тогда и итог такой действительно. Более качественный, да, более интересный. Елена, а что еще помогает добиться взаимопонимания с музыкантами, помимо того, что вот сейчас перечислили ваши коллеги? Как противно. Я хочу даже сказать, что климат очень важен, и, скорее всего, это, я думаю, что не всегда зависит от руководителя, но хотя какая-то часть, да. Ну, если человеку некомфортно, допустим, в данном коллективе, да, ну, я считаю, что не надо работать тогда, там, нужно искать, где тебе комфортно, или находить какие-то, ну, я не знаю, какой-то компромисс. Углы прикосновения, да, соприкосновения. Ну, как-то нужно, ну, и вообще. Ну, просто кто-то хочет везде работать, например, да, и он готов терпеть, или получить зарплату, да. Да, да, ну, вот это я не понимаю, когда человек терпит. Ну, или просто нужно как-то себя перенастроить, потому что, ну, так невозможно работать. А в обычной жизни вы дружите, помимо вот каких-то там совместных выступлений, концертов? Бывает, что музыканты, вот, говорите, корпоративы, традиции какие-то у вас, отмечаете дни рождения, там. В обычной жизни, конечно, да, мы дружим. Разники. Ну, я хочу сказать, что вот с Никитой мы начали проект, в который он пригласил меня и других музыкантов тоже. Вот, поэтому мы знакомы как бы недавно. Вот, с Надей мы дружим, конечно, да, у нас как бы мы на одной волне просто. Ну, и получилось, что с Никитой тоже, когда мы начали работать, я заметила, ну, по себе, что мне все нравится, мне комфортно, мне понятно. И я хочу... Спасибо, да. Я хочу работать и что-то новое. Естественно, то, что Никита предложил, это просто... Это мои щелкунчики сейчас. Да, мы совпали, как бы, совпало мое отношение к Чайковскому. И то, что просто для себя очень сложно играть, когда у тебя много... Большая занятость, потом семья, какие-то другие дела. Да, вот, естественно, сам ты не начнешь, не сядешь, это нужно просто уйму времени свободного иметь. Вот, а когда ты в коллективе, да, плюс еще повод, плюс твое отношение, плюс известная популярная музыка, гениальная музыка, да, гениальный текст Гофмана, да. Да, и просто все совпало, и получилось, что мы начали работать и начали дружить, общаться. Я хочу добавить, что вот как раз-таки в проекте «Щелкунчик» Лена выполнила огромную работу. За полоркестры сыграла. За полоркестры, да, действительно, все, вот то, что она как пианистка, профессионал, звучание, просто работа полного оркестра, да, партии, голоса всего оркестра. Молодец, вот прям это респект. Просто в оригинальной партитуре, да, там 80 человек должно было быть, а у нас было 7 человек, и вот 6, как бы, свою партию играли, а Елена играла за оставшихся в 74, да. Представили, да, 80 должно было быть, но здесь сделали 5. Вы, медный, там, частично ударный, все это было скомпоновано в партии фортепиано, да, то, что как бы не хватало из музыкантов. Маэстро, а теперь здесь вывод прям напрашивается, что можно из 80 5 обойтись, и все это можно сделать круто, сыграть. Это профессионализм, да, 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 как говорится, все возможно. Никита, вот очень часто у людей, не имеющих музыкальное образование, наверное, возникает такой вопрос, да, и у меня. Это всем нужен дирижер, да. Почему нужен дирижер, неужели музыканты в оркестре не могут играть самостоятельно, вот, и для меня тоже было всегда загадка, почему люди выбирают эту профессию дирижера, да, а не музыканты-исполнители. Ну, многие, как бы, у некоторых есть комплексы, любят командовать другими, да, и думают, что это профессия некого такого руководства. Только, маэстро, это не про ансамбль, ну, только не про. Нет, я имею в виду, как бы, большой симфонический оркестр, например, ну, или там камерный, когда там, ну, больше 20 человек, да, все-таки оркестр, и от 20 идет человек, да, вот, а остальные, ну, когда чуть меньше музыкантов, это уже считается ансамблевое музицирование, ансамбль, да. Как наш вот состав, да. Вот, ну, и кто-то, когда уже поучившись на музыканта, понимает, что, как бы, у дирижеров зарплаты, ну, чуть больше, особенно у известных дирижеров генерары, значительно больше, чем у велончелистов оркестров. Потом всем кажется, что это очень простая профессия, это на велончели надо по 8 часов в день, все время себя в форме держать, да, а как бы тут вроде взял палочку, там, махнул, раз, два, три, четыре, вроде играет, нормально, да. И у многих есть заблуждение, что, как бы, это легкая профессия, а в основном профессия дирижера, она скрыта от глаз и оркестрантов, и зрителей, тем более, потому что основной процесс подготовки идет как раз дома. И ты большую часть времени с партитурой, там, с инструментом, ты сидишь, занимаешься дома, это никто не видит. И выходишь уже, когда на оркестр, как бы, ты должен все знать, а работают как раз в этот момент уже музыканты, ты их уже доводишь до той кондиции, которая тебе нужна, до того уровня звучания, до того уровня атмосферы, отдачи, просто технически ты их доводишь до того качества, которое тебе хотелось бы. Конечно, не всегда это получается, но твоя задача максимум из данного коллектива, из данного количества музыкантов, выжить максимум. Вот это, как бы, основная задача дирижера. И это многие не видят, и им кажется, что это легко, и вот так вот, поэтому брошу я играть на велончели, пойду-ка я в дирижеры. Там платят больше, и работать надо меньше, вроде бы, да. Поэтому отчасти мотивируют людей, музыкантов заниматься дирижированием, это вот такая вот сторона. Другая сторона профессии, ее заинтересует куда больше, куда более меньшее количество музыкантов, это возможность играть любую музыку. Потому что оркестр, это просто безграничный репертуар, абсолютно безграничный. Если ты там велончелист, ты можешь сыграть, там, двуочельный концерт, еще что-то, но ты сам не можешь сыграть, там, симфонию Бетховена, там, Чайковского, еще кого-то. А дирижер может сыграть абсолютно любое произведение, какое он хочет, написанное для оркестра. Вот, для этого только оркестр нужен. Самое сложное произведение для исполнения с оркестром, по вашему мнению. Такого сложного нет, сложности есть разные, технические, сложности эмоциональные, сложности, может быть, собрать коллектив, есть такие сочинения, где там 200 человек задействовало. Я бы сыграл его, но в городе нет столько музыкантов, даже если всех собрать. Может быть, сложности, например, с какими-то инструментами экзотическими, которыми нет, опять же, в городе, например, их нет, и ты, как бы, хотел бы сыграть сочинения, а просто невозможно сыграть. Вот, бывает сложность эмоциональная, что очень большое произведение, например, опера, 6 часов идет, и дирижер от первой секунды до последней секунды, он в процессе, те же музыканты в оркестре, у них есть паузы. У некоторых есть такие паузы, что они могут, например, в опере уйти, попить кофе, вернуться, сыграть там три ноты, ударить по тарелке там один раз, опять уйти на 15 минут там в карты поиграть. Например, если даже, к примеру, вот вы спросили, самые сложные произведения, наоборот, можно даже вопрос в такой, да, самое большое произведение, где задействованы очень много артистов. Там и музыканты оркестра, там и хор, да, и солисты. Например, вот, к примеру, симфония Малера. Ее исполнили, ее исполнили в большом, крупном мегаполисе, да, Астана. Так туда не только задействовали музыкантов Астаны, туда были все приезжие, стекались все, да, приезжали. Велончелистов там из Казахстана собирали, скрипачи из Казахстана, хор, то есть это сколько там, вот, например, я... Сколько человек тогда собрали? В Москве я был на исполнении Малера как раз, восьмой симфонии, там даже в большом зале консерватории сцены не хватило, дополнительную часть. Да, вот количество, скажите просто, сколько человек, около. Там было точно 250-300 человек, понимаете? Это вот прям, это вот что-то вот прям просто грандиозное, то есть такое не сделаешь каждый год, год несколько раз. Это играется очень редко, да, и огромные события. Это прям действительно огромные события, которые чуть ли не... Вот представьте, хор в книгу рекордов Гиннеса. Два хора, 80-80, еще детский хор 40 человек, уже почти 200 человек. А вот насчет вопроса... В оркестре 200 человек, но это, в принципе, иногда до 500 человек доходит. Да, да, да. А про вопрос именно добавить дирижера, я хочу добавить, к примеру, вот маэстро, сейчас вот мы раз пришли на эту передачу, хочу сказать, что очень харизматичный дирижер, талантливый дирижер. Действительно, который... У меня не день рождения сегодня, да. Нет, который... у него есть видение во всех направлениях в музыке. У нас музыка какая, она же разно-жанровая, поэтому здесь не только классика, начиная от классики, современной, популярной, очень тонко все видит. Вот за что я просто ценю, уважаю вот труд маэстро. Спасибо. И я сама, вот, например, как музыкант, который вот после окончания консерватории села в оркестр, и всегда мы смотрим на дирижера. Вот действительно очень много зависит от дирижера. Когда приходит дирижер харизматичный, талантливый, который говорит вот именно правильные вещи каждому музыканту, где вот моменты, то есть не вещи, а моменты, ты просто начинаешь доверять этому дирижеру. То есть каждый музыкант, он же не сразу все играют, все подряд, есть какие-то там цифры, где-то кто-то молчит, у кого-то пауза, у кого-то где-то вот там вступил, здесь вступил. И то есть, вот, например, у маэстро это есть, вот есть вот действительно где вот показать, где вот точно показать каждому инструменту, где вступать. И когда музыкант, он сидит вот в этом творчестве, в большом коллективе, да, и когда у него есть доверие к этому дирижеру, который делает программу, я считаю, что это прям такая точка, прям высшая точка, которая именно доверие, вот самое главное доверие. Да, я буду вот так просто сидеть, я, например, вот как музыкант, играю на волончели, у меня там пауза, например, 8 тактов. Я просто для слушателей, для телезрителей расскажу, потому что сейчас нас же смотрят не только музыканты, чтобы немножечко, вот, например, я сижу там, секунд там сколько, допустим. Три минуты могут не играть, например. Ну, три минуты, например, я в каком-то произведении, у меня пауза, в это время там солирует скрипки, там еще другие труба, там тромбон. Я вот сижу и буду расслабленной сидеть, потому что я знаю, что мне дирижер в это время повернется ко мне и просто он покажет. А там надо вступить в сотую долю секунды, не на секунду, не на секунду, не раньше. Это же математика, музыка, это математика. Либо ты сидишь просто, говоришь, раз, два, три, четыре, просто считаешь, считаешь, и все. И три минуты не доверяешь, ты потому что не доверяешь, нет вот этого доверия. А здесь я полностью спокойно. Да, я просто буду сидеть расслабленной, я буду кайфовать, я буду слушать другие соло, других инструментов, и тут он мне просто показывает, я пошла дальше. Ну, иногда есть минусы в таком, это потому что, когда музыканты заслушиваются, они расслушиваются, заслушался солиста и так, О, а ему вступать, что ты на него смотришь, а он слушает. Ну, маэстро, я считаю, что заслушаться, это не во время концерта. Можно там во время репетиции, когда идет такая вот черновая работа, можно заслушаться. Во время концерта нужно быть на чеку. Да, а здесь просто концентрация внимания и все. Я считаю, просто пришел ты на концерт, начался, занавес открылась, концентрация внимания. Это очень важно, да. У тебя здесь все отключается. Все личное, все личное. Да, все личное. Личное, личное, да. А, личное, лишнее, да. Просто сейчас вот один момент такой скажу. Вот какая-то была такая вот история. Вот Туржама Усимбаева, да, вокалистка, заслуженная артистка Республики Казахстан. Ну, просто наша звезда, да. Был такой, говорит, момент тогда, вот я не помню точно это какой год был, была премьера «Кожебек». И, то есть, ей прям сообщают перед началом этого спектакля, что у нее умер папа, да. Вот действительно это, конечно, это печально, это вот трагедия, да. Но вот настолько музыкант, да, профессионализм, да, просто стойко выдержать, вот просто момент. Потому что, когда пришли люди, они купили билеты. Это все заранее. Это все заранее, да. Люди ждут, это как событие какое-то. Да, люди ждут. Там действительно есть просто такой вот человеческий фактор, когда вот ничего не сделать. То есть, не было отмены спектакля, не было отмены концерта этого. Ну, вот какой-то вот просто я сейчас к чему. То, что все уходит, да. А надо выходить на сцену, улыбаться, быть радостным, и абсолютно никто не должен понимать, что у тебя там происходит. Да, хотя я думаю, что каждый музыкант прошел для себя лично какие-то вот такие моменты, когда были, правда, концерты. Когда кто-то, может быть, что-то услышал неприятное, может быть, что-то. То есть, мы все люди, точно такие же люди, как вот и все, да, которые там вот работают, вот бухгалтером работают. Все, все, мы одинаковые. Мы все вот что-то несем в жизнь. Спасибо. Елена, а как вам удается всегда быть в тонусе, выходить вот с такой позитивной энергией к зрителям? Вот бывали, да, может быть, и у вас какие-то моменты в жизни? Ведь это жизнь, вы правы, всякое может быть. Ну, да, конечно, бывали моменты. Ну, я хотела бы вот еще остановиться на том, что у меня как бы нет такого большого опыта работы в оркестре. То есть, пианисты, они, ну, мы работаем... От природы индивидуалисты. Да, мы индивидуальные музыканты. Молодцы, такая. И, ну, для оркестра, ну, пианиста, ну, там сидит, например, один человек или двое, да, ну, где-то в больших коллективах. Скрипачи, конечно, у них больше опыта, так как они оркестровые вообще, как бы инструмент оркестровый, струнные. И вот когда я работать начала вот под руководством дирижера, то есть его... Мы до этого играли, репетировали, и что-то были какие-то непонятные моменты, вот. И девочки просто говорят, ну, придет дирижер, Никита придет, да, Никита придет, и все станет на свои места. Да, и на самом деле, я говорю, ну, вот тут непонятно, потому что каждый индивидуальный, и он играет в силу своего, да, эмоционального состояния, своего понимания этого произведения. Вот, каждый играет по-своему, проще говоря, вот, в своем темпе, в своем каком-то характере, вот. И когда мы начали уже с Никитой репетировать, то на самом деле, вот, да, он просто поставил какие-то точки, вот, тут так, так, все понятно стало. То есть это мастерство, ну, не каждому, как бы, да. Ну, это благодаря учителям, с учителями повезло, да. И поэтому... Хорошая школа. А про тонус, ну, мы всегда должны быть в форме своей, то есть никогда не расслабляешься, но потом это все приятно, это ты занимаешься, ты работаешь, ты живешь этим просто-напросто. Это не работа, это просто твой смысл жизни, твое хобби и все. Вот у кого-то есть работа, есть какое-то занятие, да, допустим, там, отвлеченное от своей профессиональной деятельности. У нас это все в одном, да, то есть мы не вышиваем, не вяжем. И работа, и хобби. В этом плане мне нравятся музыканты, которые в Европе, да, то есть даже не музыканты, а любители, вот хобби. Вот к ним как раз относятся, вот он будет хирург, но он будет играть на скрипке. И зачастую играть лучше, чем профессионалы. Да, 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 потому что у них изначально вот образование, оно вот так вот поставлено, все равно у нас по-другому немного. Конечно, это просто завидуешь, что человек может и операцию провести, и этапы вероятности. Такое количество любительских, просто любительских коллективов, и они играют на таком уровне, особенно это в Японии развито, там играют сложнейшие программы, это, ну, как поражает, бывает, как, вот, да я вообще-то хирург, да я, а я там водитель, а я там инженер. А они так вот после работы сделали операцию, музицируют. Ему нужно как-то вот отвлечься, да, и это большое количество людей, да. Наверное, это им даже помогает в плане хорошо, этот, релаксироваться, да, правильно, это же релакс. Отдых, это когда ты перестраиваешься на одного вида деятельности, на другой вид деятельности. Они, значит, они даже нервно устойчивые, правильно, и адекватные, то есть я не хочу сказать, что у нас там музыканты неадекватные и нервно неустойчивые, но все равно, это вот какой огромный плюс. Человеку, да. То есть, да, для человека. Спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу передачу, дорогие телезрители. Сейчас послушаем музыкальную композицию, далее вернемся к нам в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Проектов, конечно, очень много! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! тикетон и в касса касса дворца культуры молодежи единственное хочу сказать телезрителям что многим сейчас очень да многим очень сейчас сложно купить билеты на тикетон на тикетоне то есть не все могут это оформить как-то сделать но на будут афиши по городу в инстаграме вот сейчас вот через вашу передачу куншуак мы делаем тоже рекламу наших концертов и будут на афишах телефоны для справок то есть всегда это все это возможно купить билеты ну а кто не купит через тикетон и через где-то вот каких-то местах то можно это сделать во время концерта перед концертом приходите и покупаете билеты спасибо но и заключительный вопрос скажите пожалуйста зачем вот на ваш взгляд молодым людям слушать классическую музыку особенно когда сейчас в тренде совершенно вот другие жанры и исполнители и вот я слышал что у вашей музыки есть какой-то лечебный эффект на самом ли деле это так да 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 действительно можно я так да да на самом деле это эффект не зря младенцев уже начинают приобщать именно классической музыки до рождения да еще до рождения до до рождения я просто сама например у меня четверо детей и я всегда же играла то есть я играла семи лет я как пока училась консерватории я это все делала программу учила что-то и я всегда была но вынашивала детей и это на самом деле сказалось на них то есть у меня вот все дети они очень интенсивно чисто поют они у меня конечно не музыканты но даже сейчас вот у меня младший сын ему 17 лет и недавно он не просто присылает ссылку с ютюба вальса именно вальса который сейчас вот которые очень красивые из аниме звучат и он мне говорит послушай там говорит такой говорит красивый играть такие красивые голоса инструментов по нации на интонации такие его ты знаешь сынок а мы играли этот вальс да вы играли этот вальс так это же горит круто представляете это вот то есть это на на самом деле это вот сказывается это очень хорошее восприятие восприятие да и классикой лечит действительно лечит не зря вот в ютюбах очень много тоже таких вот именно мелодий которые для релакса для релакса для нервной системы этого очень много она действительно лечит потом бы я не совсем согласился что как раз наоборот сейчас особенно в уральске есть определенный всплеск интереса к оркестровой музыки к не какой-то примитивной эстраде там два притопа три прихлопа до два аккорда потому что вот у нас программы на эстрадный симфонический оркестр практически всегда уже полные залы из астаны из алматы приезжают большие коллективы билеты раскупаются полный зала да поэтому как раз у молодежи сейчас определенно есть интерес другое дело что ну вот даже приезжие коллективы например вот вчера приезжал пианист да ну как бы очень раскрученный но все-таки уровень больше такого как бы ресторанного да скажем так репертуара просто интерес есть но не до конца еще вкус формировался у публики не у всех я бы так сказала кто-то уже понимает а вот на вот это стоит идти а вот здесь вот лучше нет и цена билета да и цена билета как бы совершенно там не всегда соответствует уровню исполнения да и уровню программ да у нас более так сказать демократические цены и на мой взгляд более как бы качественный подбор репертуара который позволяет не просто развлечься но и где-то немножко интеллектуально слегка развиться скажем тогда поэтому мы как со своей стороны будем прикладывать все силы чтобы у нашей публики формировался правильный вкус скажем так а это кстати одна из задач дирижера потому что если у дирижера нету самого хорошо развитого вкуса то он не может дать ориентиры правильные ориентиры не оркестру не публике которая находит на его концерты поэтому вот действительно правильно составленная программа именно на вкус вот такая вкусная программа интересная 2 февраля будет так раз как раз программа спасибо три минутки остается до окончания эфира елена пожалуйста давайте мы вам предоставим заключение слова какие бы ваши пожелания всем нашим любимым ну хочется добавить что сейчас публика мне кажется наоборот скучает соскучилась по именно профессиональному по профессиональной классической музыке потому что я слышу ну в свой адрес и от знакомых что именно люди хотят ходить на концерты хотят детей своих приобщать очень много сейчас детей родители желающих обучаться именно классической музыки не вот это вот попсовые да не попсовый вариант а именно вот красивые вот ну люди просто подходят и спрашивают а вы можете нас научить вот красиво вот там допустим вот эти вот казахские которые вы исполняете учите да нам вот вот это нужно я говорю ну понимаете ребенок должен вырасти сначала на что на чем-то легком потом ну то есть это такие вот уже профессиональные как бы моменты вот потом я хочу сказать про детей тоже что дети тоже сейчас тянутся классической музыки у меня например трое детей и они во первых они все музыканты вот они все хотят учиться то есть старший у меня он занимается профессионально закончил тоже музыкальную школу и ну не оставляет этого этой деятельности и дочка тоже средний сын тоже вот они были все на щелкунчике и дочка что я была очень конечно рада и для меня было удивительно потому что как бы много было текста много было музыки и она достаточно мало я думала она устанет нет она сказала мне очень понравилось очень понравилось то есть от ребенка когда дали до добиться шине была концентрации да сами понимаете когда там 200 детей сидит их как удержать внимание это практически нереально спасибо но и как всегда время прилетело очень быстро на одном дыхании я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе пожелать вам только творческих успехов вдохновение неиссякаемой энергии полных залов и искренних восторгов от ваших любимых зрителей и слушать спасибо за приглашение сюда спасибо за приглашение к сожалению сегодня мы ничего не сыграли в следующий раз сыграем спасибо а на этом я с вами прощаюсь дорогие телезрители всем желаю приятных выходных и до встречи на телеканале агжаик передачи куншуа и и и и и и и Продолжение следует...